шалом нас сегодня мы будем учить недельную главу корах и в нескольких моментов будем посмотреть как правильно политически организовать в общем переворот там где ты находишься тебе не нравится руководство и не всегда это возможно не нравится что ты можешь делать но как найти именно подходящее время чтобы это все сделать потом важно кого ты присоединяешь в свою коалицию для того чтобы была у тебя был у тебя шанс чтобы действительно переворот смог осуществиться и ты в общем взял эту главную должность и сверг власть предыдущую и понимаете разные были проблемы нашего народа но в нашей недельной главе это уже идет лично хотят свергнуть недовольны руководством лидера царя вождя мошер-рабейн тот мошер-рабейн который в принципе занимался переговорами с фараоном он выводит нас из египта через него у нас великие чудеса он дарит нам тору он рабейн он наш главный раввин он лидер и раввин и политик и все и что происходит его родственник двоюродный брат устроил пункт против него и так написано на столе я прочитаю несколько стихов и отделился корах сын и цхара сын ки ата сын леви то есть увидим леви и он был с колена левитов корах и также муше был с колена левитов так это был одна часть и датан и авиран сына или ава то есть если у нас датан и авиран есть корах который его именем называется наша глава и он был в общем был лидером вот этого восстания вот этого бунта против мошер так у нас есть корах у нас есть датан и авиран сына или ава и у нас есть и он сын пелета он пелет сколько хочу сказать потом мы видим что он пелет исчезает то есть он в общем включает заднюю как мы говорим и уходит с этого благодаря своей умной жене которой она ему говорит дорогой мой родной мой зачем тебе это все надо и так далее это не твое дело вообще в общем она своей мудростью уговорила своего мужа чтобы но он не участвовал в этой коалиции против муше и он поэтому уходит но в начале он тоже был в этой теме потом написано да и все вот они предстали перед муше и с ними были также 250 муше и сынов израиля начальников общины призванными на собрание люди именитые то есть здесь у нас еще раз сам корах да там в аверам они сыновья или а ва из колена р и у вена замечательно потом у нас дополнительные 250 уважаемых людей написано призванными на собрание люди именитые очень важные люди и собрались против муше и арона и они в общем все собрались перед муше и ароном и сказали полно вам достаточно вам ведь вся община все святы и среди них господь отчего вы же возноситесь вы над собранием господним то есть что вы считаете здесь конечно приходит говорить нам раньше так некрасиво получилось чтобы некрасиво потому что муше он взял руководство муше взял он принципе царем а духовное руководство первосвященство он дал своему брату так это что это такое ты делишь так власть это некрасиво это неправильно да если ты в себе себе взял быть царем так кого-то не своему самому близкому человеку должен был бы дать священство кому-то другому да и все мы святые вы возвышаетесь над всеми думаете вы самые там высокие мы все слышали господи на господа на горе сина и так же как и вы слышали мы все святые почему вы возвышаетесь над всем и так далее и вот этот бунт он непростой да муше потом написано пытается каким-то образом договориться у него это не получается договориться они ни в какую не идут на встречу не корах не да там вавирам и так далее и потом идет встреч что они говорят что давай тогда мы сделаем такой эксперимент если вы тоже считаете что вы такие божественные так есть такая служба которые только кто это благовония только тот который он по-настоящему коин предназначен к этому он может служить в этом а тот кто нет и он это делает это выйдет огонь с небес это понятно что будет это будет ужас он просто умрет да если вы хотите давайте сделаем такое испытание они соглашаются в общем в итоге то что происходит в конечном итоге что земля проглотила короха датанва аверама и их них семей потом огонь выходит с небес и сжигает 250 вот этих руководителей именитых людей уважаемых людей тоже их сжигают это было страшное взрелище и с этим в принципе можно сказать прекратился вот этот бунт против муше и агарона это так в двух словах то что написано есть большое-большое обсуждение и это всегда актуально в нашей жизни да я сказал политической когда это было вот эта история я хочу с вами получить сегодня ромбан ромбан натору потом посмотрим успеем тоже есть нацивный воложин в своей книге мегдавар которые они очень-очень красиво и актуально говорят что как правильно политически устроить и когда момент самый подходящий потому что есть моменты в жизни ну ты хочешь ну хочешь ну что можно поделать да есть те моменты которые очень подходящие сделать это будет давайте посмотрим то есть вот эта история где она происходила когда мы еще находимся в синайской пустыне мы знаем что в синайской пустыне еврейский народ находился почти год почти год меньше там 10 дней да мы находимся в пустыне синай мы пустыне синай живем там практически пришли туда мы подготавливались синай к синайскому откровению получили тору построили мешкан переносной храм все это было в синай потом мы сдвинулись синай да 20 ияра да если 대해서 до 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 проście до 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 что на aber 板 Zus История с корохом произошла. Говорит Ибн-Эзра, один из великих комментаторов нашей Торы, что вся вот эта история произошла в пустыне Синай. А почему она произошла в пустыне Синай? Почему Ибн-Эзра говорит? Он говорит очень просто. Поскольку в пустыне Синай произошло у нас, мы согрешили там грех золотого тельца. Где у нас был грех золотого тельца? В пустыне Синай! Когда Моисей после Синайского откровения поднялся на гору Синай, мы его не дождались, и мы сделали золотого тельца, это был страшный грех и так далее. И тогда произошла удивительная вещь. Первенцы в израильском народе, которые они, в принципе, должны быть священниками, то есть в каждой семье первенец, он коэн, он священник, но поскольку первенцы тоже согрешили в греху золотого тельца, их Всевышний отстранил. Сказал уважаемые первенцы, вы уже не будете как коэны, а кто будут у нас коэны? Коэны у нас будут от левитов. Пойдет он ответка, это будут коэны с колена левитов, и у нас будут коэны. Почему ли от колена левитов? Потому что колена левиты, они не грешили в греху золотого тельца. И коэны, они заменили кабинеты, заменили должности, заменили службу, работы. Можно представить себе, как это обидно? Это очень обидно. В каждой семье был представитель. У него была такая, значит, представитель, у каждого есть в семье свой, как будто коэн. Не надо ему искать там свой. Вот этот необыкновенный, священный человек, который предназначен вот этим священным службам и так далее. Сейчас, говорят, все, все закончилось. У вас уже этого нету. Это будет у ветки колена левита, только у них это будет. И вот тогда... То есть левитов выбрали. А почему? И начали думать. А, ты знаешь, почему он сделал Муша Рабейну? Что он с такой прям, с такой информацией и в такой, в общем, сейчас вот такой ситуации он приходит. А, он хочет дать возвышение своему брату. То есть было недоверие. Понятно, это выходит недоверие. Нас отстранили. Да? Что нас отстранили? А, потому что брату своему он хочет дать вот эту должность своему брату, своим родственникам. Поэтому всех нас отстранил. латят гедула леахив им гамли бней кеат, ше им кровим алав, блехоль бней леви, ше им им мишпахтом. Потом, кеатим. Мы знаем, что колено кеат, это тоже ветка из колена левитов, то есть они сыновья левитов. Так им тоже Моша Рабейну дал уважаемые должности. Так выходит, поэтому ага, нас, то есть, нас первенцев отстранили. Да? И Моша дает все эти должности своему брату, своей близкой мишпахе. Это очень плохо. Но мы недовольны. То есть первое, которое должно быть для того, чтобы устроить бунт, недовольствие. Так мы здесь видим недовольствие. Люди ле меруцим недовольны. А почему тогда ва левиим кашру кен алав бааву рио там на туни лаарод ва левиим. Ва левиим. Почему? Мы левиты. Вообще Корах он сам левит, не забываем. Коран сам был левит. Но он тоже был недоволен. Почему он был недоволен? Так Ращи нам уже объясняет, поскольку когда давали должностя руководителей, так дали другому брату. То есть по Мошер Абейну были несколько двоюзных братьев и по иерархии должен был получить более Корах, а он дал это совсем другому по иерархии. Поэтому он недоволен с ним. Вы кешер датан ваавирам баавирши сэб рувен абе датан ваавирам говорит нам Раббан они были из колена рувен колено рувен вы знаете это был первый сын Якова. То есть когда мы говорим про первенца первенец для нас первенец это рувен рувен он первенец так что выходит ты Моисей что наделал ты первенство убрал от нашего отца и Корах он тоже сам Корах он сам был тоже первенец и так далее то есть и поскольку первенцы сейчас не первенцы это по разу больше мы знаем первенец есть у него преимущество и так далее с точки зрения наследства и это и это ты убрал и так далее мы недовольны то есть здесь собралась такая группа страшно недовольная Кен и вот эти 250 человек они тоже многие говорят что они были тоже первенцы это тоже они были уважаемые люди поэтому от них забрали должности от них забрали кабинеты от них забрали я знаю там приемные забрали и все это мы недовольны если мы недовольны мы идем бунтовать против Мушей и так сказал Раби Аврагам Шу Амар ну Раби Аврагам Раби Аврагам вот это Ибен Эз Раби Аврагам Ибен Эзрам но здесь есть действительно один вопрос но почему тогда недельная глава Корах она после того как мы уже в общем пошли в путь в сторону Эрит Исраэль и мы уже не находимся в Синайской пустыне прошлой недельной главе да и позапрошлой тоже мы уже пошли вперед в сторону Израиля мы идем почему тогда ты Ибен Эзра приходящий говори что это было в Синай когда мы там ждем и так далее мы еще никуда не двинулись он у нас есть такое правило то есть ты прав но у нас наша Тора это не книга хронологической истории да наша Тора она Тора это как жить что мы выучим от жизни нашей сегодня реальной из законов Торы из рассказов которые Тора нам рассказывает и так далее а то что что раньше что позже это не книга истории поэтому нету что-то раньше и что-то позже в Торе поэтому да Корах это было в Синай откровение да это недельная глава в принципе могла быть написана там но не написано там это тоже что учит тебя чтобы ты не понял что кому-то Тора это какая-то книга хронология книга историческая какая-то так говорит Ибен Эзра Рамбан сам категорически с этим спорит и он углубляется и говорит очень интересно и это тоже очень актуально для нас Рамбан говорит так Во-первых он говорит я много раз написал что наша Тора понятно что это Тора понятно что это не историческая книга которая пишет хронологию но если это извините меня нету никакой необходимости не писать по порядку надо писать по порядку если есть какая-то необходимость мы будем писать не по порядку потому что это Тора это не книга история но зачем в нашей общей ситуации в нашей главе писать недельную главу Корах уже когда мы сдвинулись в сторону Эрд-Исраэля уже оставили Синайскую пустыню зачем это делать да можно сказать но Тора наша не пишет никогда вещи которые просто так и поэтому это правило это это только когда существует какая-то причина почему Тора хочет написать какое-то историческое событие да позже чем оно по-настоящему было в этом есть какое-то учение а просто так а ты уважаемый Ибенезра говоришь что ты просто так ты всегда можешь такое сказать почему потому что Тора это Тора нам неинтересно вообще чтобы это было по порядку Рамбан с этим не согласается Рамбан говорит наша Тора это не балаган есть порядок и да иногда бывает что это не по порядку но это что-то нас учит а Валь и поэтому он приходит и четко говорит где произошло вот это событие с Корахом Авал Ая Адавар Азе Памидбар Паран это было в пустыне Паран скажите мне а где эта пустыня Паран пустыня Паран это уже мы сдвинулись со стороны Синая остановились в пустыне Паран и в пустыне Паран с этого места мы послали 12 разведчиков потому что вот-вот мы входим в Эрот Исраэль и перед тем как мы входим в Эрот Исраэль нам нужно понять каким образом какими путями да мы зайдем туда нам надо посмотреть какие силы там есть какие там в общем потому что мы идем воевать нам никто дарить Эрот Исраэль не будет нам надо воевать за нее да так надо послать разведчиков это то что произошло но мы читали в прошлой недельной главе это был страшный грех разведчиков что кроме двоих которые сказали мы сможем все остальные сказали нет мы ничего не сможем и так далее не будем сейчас повторять почему и так далее но это было потом страшное наказание за это то есть вся история корахом она происходит после греха разведчиков в пустыне Паран с этой пустыни мы посылаем разведчиков разведчики возвращаются в эту пустыню нам докладывают еврейский народ начинает рыдать и плакать куда мы пойдем Всевышний говорит что вы все вымерете то есть то поколение которое вышло из Египта оно не способно оно не сможет войти в Эрот Исраэль только ваши дети войдут в Эрот Исраэль и вот в этом положении произошла корахская вот это вот этот бунт да и вот эта коалиция корахская коалиция и он говорит конечно корах он конечно корах был недоволен и до этого тоже корах поймите когда ты кого-то не любишь помните вам сказал что Моше назначил другого двоюродного брата более младшего более из младшей семьи да назначил его быть руководителем кеатского рода и корах обиделся он говорит что это такое почему не меня я же тоже из кеатовска и я же старше мой брат старше там по иерархии почему назвали Элицафана векина гамбе агарон и корах завидовал агарону он сказал ему проговорит что вы конь свой выбираете то есть у него была зависть какая зависть во первых зависть то что другого брата звали его Элицафана назначили руководителем вот этого рода уважаема кеатим агарон он был первосвященник вау почему он первосвященник почему не я зависть ты знаешь почему вот эти они пошли с ним пошли с корахом я тебе скажу почему пошли они с ним не потому что они из колена рувен и в общем им задело первенство потому что кто первенство лишил не мошей не арон лишил первенство от рувена это еще яков еще прапрадедушка это сделал он забрал это от рувена и передал первенство йосефу поэтому йосефа два колена менаше и эфраин двойное как мы говорили да первенство так при чем здесь а на это они не могли прийти претензии как говорит ибенезра что забрали первенство нашего отца ну что они сказали почему они были недовольны я тебе скажу почему они были недовольны говорит рамбан а вальгам хэм амру та анатам ла амитейну бамитбару мошей арон вы нас вывели мы сейчас все помрем в этой пустыне да они говорят мы ла амитейну ты в этой пустыне мы умрем ты нас не приведешь в ту страну текущую молоком и медом кэм то есть здесь есть страшное недовольствие агарон мошей вы взяли на себя зависть короха как здесь написано зависть короха потом недовольствие датан ваавиран который мы знаем как жулики еще из Египта да но они говорят начали ты вас вообще не возьмешь никуда все мы здесь вымираем понимаете когда мы были в пустыне Синай понимаете в пустыне Синай мы находимся там это как рай там все шикарно кигамбе двора эгель даже когда был грех золотого тельца когда еврейский народ пришел и сказал это бог который вывел себя из Египта это страшно совсем недавно мы получили напрямую напрямую мы получили божественную в общем месседж мы общались с богом и вдруг делаем золотого тельца страшный грех но там в этом греху были наказаны и были те которые погибли из-за этого греха очень мало и спаслись благодаря Мушарабей благодаря Мушарабей который 40 дней молился и все какая любая проблема то есть он Мушарабей его его в общем репутация его он был популярный и никто не мог сказать слово против него понимаете есть такие которые завидуют есть те которые не могут терпеть но кто скажет какое-то слово то есть все что надо слушают то что он говорит потому что он авторитет Мушарабей когда мы находимся в Синайской пустыне если в Синайской пустыне это еще до греха разведчиков мы в Синае находимся если кто-то против Мушарабей сказал слово так его закатали кальвнями ты что с ума сошел посмотри на Мушарабей посмотри на его праведность посмотри на его любовь посмотри на его возможности посмотри на его близость к всевышнему кто бы мог вообще идти против Мушарабей поэтому корах они терпели величие Аарона они конечно завидовали но они терпели потому что они могут сделать я не могу сейчас устроить это не время и все первенцы которые их потом переизбрали из-за греха золотого тельца несмотря на то что их переизбрали они были конечно недовольны но они ничего не могут сказать потому что видят как Мушарабей на каком уровне он находится говорит рамбан когда они пришли в пустыню паран помните мы в Парашат Баал учили когда мы шли в город паран и там мясо захотелось и страсть захотелось и там был огонь который жрал в общем народ у Мету и там были страстные киврота Тааба у Башер Катуами когда был грех разведчиков Мушарабей не молится чтобы отменить приговор Всевышний говорит что они все помрут здесь слушай а что он не молится мы же хотим зайти мы же вышли из Египта для того чтобы войти в Эрот Исраэль почему не помолиться и он не отменил это страшное наказание и потом умерли руководители коллег вот эти из 12 разведчиков которые пошли туда правда двое Юшуа и Калеев они были очень уважаемые были которые не говорили Лашонара какие-то неправильные вещи про Эрот Исраэль те которые дали изложили то что они думают и они погибли они были большие руководители они не были просто люди такие которые там кого попало Моисей выбрал он на каждом из них Всевышний согласился и советовался со Всевышним чтобы они шли и вот эти люди тоже убирают вникзар и было кзыра всему народу что никто не войдет в Эрот Исраэль здесь весь народ недовольный когда ты сам недоволен но народ доволен невозможно ничего делать когда ты сам завидуешь но у тебя нет никакого шанса идти сказать против руководителя чего-то потому что народ любит его народ обожает его народ доверяет народ видит его как самого уважаемого авторитета народ видит его только он сможет нас руководить и привести к той цели а когда это все прекращается когда сам народ видит что-то уже не то уже там сжигаются люди уже есть установление что мы никто не войдем и все помрем здесь в пустыне и Моше ничего не дел кому-то зачем такой руководитель нужен то есть это в народе нам такой человек не нужен то есть арон да тан ва вира и все вот эти 250 до этого тоже хотели как-то по-другому чтобы было то слово не скажешь как-то все шикарно все замечательно а когда существуют проблемы я нашел это время это гениальность короха когда найти время подходящее чтобы идти против Моше Рабей то есть Моше он не только спаситель Моше его руководством ию у нас будут такалот ущербы проблемы постоянно проблемы у нас тогда корох говорит это самое время мы будем сейчас идти против это ему сказали ты нас привел в это место и то что ты нам обещал везти нас в страну Израиля кнанскую землю которая течет молоком и медом и нам ты ничего не дал так же и нашим детям ты ничего не дашь так ты только обещаешь и так далее и это то что говорит нам Раббан когда это произошло это первое еще один момент который я хочу вам сказать да смотрите обратите внимание если когда вы почитаете Тори есть здесь два вида наказаний которые были наказаны вот эта коалиция коалиция короха как я вам сказал коалиция короха руководитель тот который собрал это был сам корох и с ним были датан в авиран и с ними были 250 уважаемых людей если мы смотрим в Тори с точки зрения наказаний корох да и датан в авиран их проглотила земля то есть они спустились как будто в ад земля в общем открыла свою свою пасть пиа дома и они в общем проглотились туда и все их семьи и так далее это было то что произошло короха и датан в авиран но что произошло с 250 человек которые они были первенцы как вы сказали были уважаемые люди были святые люди они тоже бунтовали с ними интересно произошло что-то другое с ними если обратите внимание их земля не проглотила а с них выходит огонь с небес пожирает их когда они принесли совки с благовонием да совки с благовонием так огонь их они умирают сжигаются с огня который приходит с небес так огонь который приходит с небес представляете себе это совсем что-то с небес правда это смерть правда это ужас да но это я бы сказал уважение такое смерть с уважением земля проглотила а это с небес спускается и более того написано что вот эти совки моисей просит и всевышний просит чтобы взяли эти совки которые они вроде бы грешили и приносили благовония которые не заповедовал всевышними эти совки взять и в общем покрыть жертвенник чтобы у евреев всегда это было но вспоминали этих уважаемых людей что здесь происходит так я вам хочу сказать это тоже связано с политикой смотрите корах он с одной с одной стороны он был очень уважаемый человек он тоже был тот человек который можно сказать знал духовное продвижение знал уровень моисея у него была зависть когда существует зависть у человека начинается зависть так когда ты спрашиваешь ну что он думал а он не думал потому что если есть зависть человек не думает и вот корах с одной стороны говорит слушай я пойду буддавать ну я же один солдат не воин мне нужна коалиция мне нужна коалиция от авторитетных людей кто эти авторитетные люди авторитетные люди это вот эти 250 мужей это 250 уважаемых людей потому что когда я их возьму к себе люди смотрят на это но эти уважаемые люди они не интриганты они ни в коем случае не будут говорить какое-то злоязычие и я тоже как быть надо взять вот этого датана воавирама датана воавирам чтобы они делали черную работу потому что те датана воавирам которые мы встретились с ними в книге шмот они тоже были те которые в общем предатели предали моисея из-за этого моисея должен был бежать в медьян и так далее они были такие жуликами уже в Египте ему требуются для этой коалиции вот эти жулики те которые могут прийти и лить грязь если нужно нет я сам грязь не буду я же такой уважаемый но нужны такие люди нужны такие уважаемые люди понимаете это политика то есть во первых мы выучили чтобы когда ты хочешь достигнуть чего-то должны быть все недовольны не только ты недоволен все недовольны когда все недовольны тогда у тебя есть шанс и вот после греха разведчиков все были недовольны потому что мы никто не войдем в Эрд Исраэль мы все здесь помрем это все это ужасно тогда все недовольны тогда моя зависть короха я могу ее реализовать а как я же могу прийти и сказать я завидую я говорю все святые я говорю все равны я говорю такие идеальные вещи которые присоединяю к себе уважаемых людей и присоединяю к себе вот этих жуликов вот этих датамов авирама потому что только таким образом можно продвинуться в махлокете да я закончил спасибо большое да спасибо было очень интересно такой маленький вопрос ну может быть он не маленький вообще вся вот эта позиция короха ну как бы одно слово все-таки по-видимому этому назвать демагогией когда по демагогии понимается что есть что-то что представляется амити настоящее и об это завертывается некоторая хавила как бы некоторая общая упаковка внутри которой стержень это некоторый личный корыстный интерес правильно и по-видимому ну как бы с давних времен до сегодняшнего дня это как бы самая успешная политика правильно шесть человек приходит и говорит у меня есть вот такое корыстное соображение начинает предлагать ему говорят нет ну это не выглядит хорошо тогда он говорит я борец за права народа я борец как будто права первенцев правильно это и все да вот интересно что вот в чем мой вопрос Муше по-видимому я говорю по-видимому он не смог отбить аргументы не мог отбить аргументы он был вынужден прибегнуть к некоторой высшей силе которая с небес доказывает что корах не прав и вопрос почему потому что корах сумел как бы я не знаю как это правильно сказать к вияхоль как бы подцепить Муше Рабейну тем что он действительно ему сказал послушай у тебя тут некоторый личный интерес у вас тут некоторый между собой ты брат то сё пятое десятое и потом вот это вот глобальное утверждение кулам к душим действительно повторяется все души были на сеная и всё это же действительно непростая вещь вот вопрос почему Муше не мог однозначно отбить ведь мы видим с Мераглим та же самая как бы история опять должно быть вмешание Всевышнего которое наказывает их они Мераглим десять кроме Йошоу Бенуна и Калева да они умерли неестественной смертью здесь тоже это опять то же самое о чём это говорит а как бы если так можно сказать а Хульше Муше Рабейна смотрите я это отдельно целый урок но я скажу в двух словах человек который хочет видеть чего-то невозможно его переубедить это нереально переубедить если у тебя желание желание на что вот то что я сказал кин-а вот это когда есть кин-а у тебя у тебя нету разума у тебя нету зэмуциэта адам минаула что значит вот эта зависть она делает тебя не человеком потому что когда у тебя нет дат ты уже не человек а если нет дат о чём с ним говори когда у человека есть кин-а это то что мудрецы приходят и говорят когда у человека зависть о чём с ним говорить может она пытается но переубедить кого-то в которой горит зависть нереально невозможно переубедить человека который есть таава кого-то невозможно потому что вот эта вся сехаль который делает нас человеком нас наше сознание когда он отсутствует с кем говорить поэтому вариантов нету переубедить заниматься с кем-то это человек который хочет принять он хочет принять он хочет это и так далее а когда человек у него зависть кин-а ахальтау пишет Рамбон его вот эта зависть жрала его кушала его зависть что он думал то что я сказал ну что корох не понимал что он думал он не думал нечем думать окей ну и последнее как бы последнее да мне кажется ну как бы важно заметить да хацикос амля если это хацикос это бнейкорах правильно мисборлы бнейкорах видишь потрясающая вещь правильно но они сделали чего да летя летя где-то в преисподне я не знаю куда к центру земли вот они тем не менее успели сделать шву мы читаем из Борлобна Окей. Спасибо огромное. Вопросы, замечания, пожалуйста, можно писать в Ютьюбе, можно писать в Телеграме, в наших чатах, где вам угодно. Всем счастливо и до свидания. Спасибо. До свидания.